По этническому, а здесь упор делается на религиозный, причем не просто на исламский фактор, как сейчас часто модно говорить, а именно на радикальный исламский фактор. Врагами этих людей являются не только христиане, либо представители других конфессий, но и мусульмане, которые не разделяют их точек зрения. У них идея создания не халифата только на территории Российской Федерации, у них идея создания всемирного халифата. Повторяю, это мало чем отличается от идеи всемирного господства, которую продвигал в свое время Гитлер и его окружение. Это преступные элементы, с которыми нужно разговаривать жестко и последовательно. И почему они обратили внимание на Россию? Во-первых, здесь значительное количество компактно проживающего мусульманского населения, и они просто считают, что это население можно одурачить. И, во-вторых, считалось до недавнего времени, во всяком случае, в начале и середине 90-х годов, что Россия это легкая добыча. Государство ослабло, и здесь можно сделать первый шаг к реализации этой цели. У них ничего не выйдет. Ну, давайте, может быть, еще один вопрос. Да, Евгений, у жителей села Толбазы есть возможность задать вопрос президенту? Да, Мороз жителям Толбазов не помеха. И еще один вопрос. Пожалуйста, только представиться не забудьте. Ермолаева, Венера Лутфивна, глава сельсовета. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. У меня вопрос. Как дальше будет с пенсиями? И самое главное, как будет сохраняться накопительная часть пенсии? Залезут ведь? Точно залезут. Венера Лутфивна, это важный, очень интересный, и думаю, что вопрос, который волнует миллионы людей. Что будет дальше с пенсиями? Пенсии будут расти. В следующем году предусмотрена неоднократная индексация. В целом, вот сегодня у нас средний размер пенсии 1496 рублей, где-то приближается к 1500. В следующем году пенсии должны вырасти до 1690. Может быть, чуть больше, если правительство поднимет минимальную заработную плату. Тогда и пенсионный фонд отреагирует осенью следующего года, и пенсия может вырасти до 1700 рублей. В общем, пенсия будет расти. Это первое. Второе. В следующем году люди реально почувствуют, как работает накопительная система. То есть, уже будут видеть, сколько у кого образовалось денег. И встанет вопрос, как этими деньгами распорядиться. И здесь, конечно, непраздный вопрос вы задали по поводу сохранности и использования этой накопительной части. Очень важная тема. Должен вам сказать, что от тривиального жульничества, конечно, закон оградит любого человека. Он, закон этот достаточно качественный, и все возможные защиты от, повторяю, элементарного жульничества там предусмотрены. Вы можете разместить свои накопленные средства в государственных пенсионных фондах. И в этом случае государство продумает и предложит вам ряд так называемых пакетов, то есть таких инструментов, таких ценных бумаг, куда можно проинвестировать свои средства. И государство будет полностью нести ответственность за сохранность этих ресурсов. И вы можете разместить эти деньги в частных пенсионных фондах. Я думаю, что в них доходность будет выше, но и экономический риск тоже будет гораздо выше. В конечном итоге это ваш выбор. И в эти минуты мы продолжаем получать вопросы для президента России по интернету через сайт прямой линии. Я еще раз напомню адрес. Есть 3W, линия 2002.ru. И вот на этот час зарегистрировано около 50 тысяч вопросов. Сергей, какой у вас... С вашего позволения, я сейчас сидел внимательно слушал, что вы говорили о Чечне. И журналистский инстинкт подсказывал необходимо задать вопрос. Но благо интервью сегодня берут у вас телезрители. Я процитирую вопрос из интернета. Вот только что был вопрос по Чечне. Сейчас другой. К чему в Чечне референдум и новая конституция? Ведь Масхадова тоже выбрали всенародно. Почему там не ввести чрезвычайное положение? Кстати, это предложение сейчас звучало и в политических кругах эти дни. Если каждый день там убивают наших солдат и милиционеров, может хватить либерализма? И когда в Чечне призывников заменят профессиональные солдаты-контрактники? Вот такой достаточно объемный вопрос. Может быть, из чрезвычайного положения? Ну, смотрите. Что касается чрезвычайного положения, мне представляется, что в этом, во всяком случае, сегодня нет необходимости. Совершаются преступления, да. Совершаются террористические акты, да. Все это делается из-за спины. И повторяю, я уже об этом говорил, крупномасштабных боевых действий там не ведется. Воевать, собственно говоря, в крупномасштабном плане ни с кем. Но ситуация сложная. Действительно, люди гибнут. Нужна ли там конституция? Нужны ли легитимные органы власти и так далее? Конечно, нужны. Масхадова избирали в свое время после известной эйфории, которая во многих частях Российской Федерации, которую мы называли часто демонстрацией суверенитетов. В Чечне это дошло до того состояния, которое мы знаем. Там много чего происходило. За время правления этого преступного режима там местных своих собственных граждан расстреливали публично на площадях. Я уже не говорю о тех зверствах, которые творили с представителями федеральных служб, военнослужащими и так далее. Это был преступный режим, который избирался-то в свое время под дулами бандитов и международных террористов. Что за этим последовало, мы хорошо знаем. Они на следующий день утратили контроль за республикой. И за их спиной встали совсем другие люди, которые руками чеченцев начали добиваться и стремились к достижению целей, не имеющих ничего общего с интересами чеченского народа. Вот создание вот этого пресловутого халифата всемирного, о котором здесь уже мы говорили, вот какие цели были поставлены режимом Масхадова. Иначе бы не было нападения на Дагестан. Вот для того, чтобы уйти от ситуации, которая сложилась на данный момент, нам безусловно нужно передавать постепенно в руки чеченского народа всю полноту власти. Сделать это без правовой базы, без конституции республики невозможно. Невозможно избрать легитимные органы власти. Невозможно избрать президента, главу республики. Невозможно избрать республиканский парламент. Значит, если мы этого не сделаем, мы постоянно будем сталкиваться с тем, что имеем сегодня. Процесс сложный, но легитимизация существующего, легитимизация ситуации в Чечне и последующая нормализация обстановки в экономике, в социальной сфере без этих политических процессов невозможны. Здесь, помните, там был еще один подвопрос о замене срочников на профессионалов. Что касается срочников и профессионалов, активно сейчас Министерство обороны и Министерство внутренних дел работает над этой проблемой. Как вы знаете, проводится эксперимент в Псковской дивизии. Вторым этапом этот эксперимент будет проводиться в 42-й дивизии, размещенной, расквартированной на постоянной основе в Чеченской республике. То же самое будет происходить с бригадой внутренних войск, которая разместится в Чечне на постоянной основе. Я думаю, что к весне-лету 2004 года эта работа будет в целом завершена. Что касается спецназа, который работает в Чечне, то он уже сегодня на 80% состоит из контрактников. Я думаю, что количество контрактников будет увеличено и там. Спасибо вам за этот ответ. А мы в свою очередь сейчас переходим на Северный Кавказ, про который, собственно говоря, и шла речь. На прямой связи с нами будет Владикавказ, Северная Сити. И в Владикавказе работает Ольга Кирий. Ольга, вам слово. Да, Москва, добрый день. Вас приветствует Северный Кавказ. Здесь на главной площади Северной Осетии собрались люди, человек примерно 200. Надо сказать, что всю эту неделю здесь стояли сильные морозы. Сегодня неожиданная оттепель, поэтому настроение у людей отличное. Пожалуйста, желающие задать вопрос президенту России. Пожалуй, вы. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Алексей Тминов.